Всех приветствую друзья. Я доп. сегодня буду менять дисклейный модуль на Air 2 по-моему. Модель 1566. Да, 1566, 1567. Причем замена будет такая, нужно будет снять дисплейный модуль отсюда, с ай-клодного, и переставить на рабочий. С этого я уже снял. Вот он был расхераченный мало. Здесь у нас стекло идет вместе с дисплеем. Продолжаем. Немного нагрел. Советую всем, если у вас такая же ситуация, с одного надо будет переставить на другой, то снимайте дисплейный модуль. Советую снимать дисплейный модуль в включенном состоянии, чтобы контролировать дисплей. Можно повредить его легко. Если вы будете снимать таким пластиком, как снимать авиацию. Если глубже чуть дать сюда и зайти на дисплей, то можно повредить матрицу дисплейную. Поэтому всегда снимайте в включенном состоянии. Вот уголок не больше, чтобы срезать двусторонний скотч. Здесь, конечно, можно пошире. Предварительно нагреть феном не сильно. В принципе, снимается не сложно, если соблюдать какие правила. Срезать нужно по сути двусторонний скотч только по бокам и сверху. Здесь внизу не обязательно. Нижний можно не срезать, а приподнять. Просто приподнять аккуратно и он сам отклеится. Переходим к последней части. Здесь видно на дисплее, когда мы проводим, как пластик, который срезает двусторонний скотч, он идет возле дисплея и тем самым мы можем контролировать то, чтобы пластик не повредил матрицу дисплейного модуля. Так, вроде бы срезали. Давайте посмотрим. Аккуратно приподнимаем. На Али данный дисплейный модуль можно заказать за 110 евро. Не знаю, какое он качество. Ни разу не заказывал. Неплохого качества. Я ставил пару раз их. Чуть больше. Что за производство, кто их делал, не знаю. Мне приносили уже заказанные, но качество было хорошее. Все. Теперь уже под дисплей, то есть в тепло дисплей, под дисплей засовываем и медленно срезаем оставшийся двусторонний скотч. Видите, да, след на дисплее аккуратно. Если надо нагреть, чувствуйте, то лучше поднагреть чуть-чуть. Теперь здесь уже легче идет. Это у нас пластик идет уже под дисплей. Матрицу он уже не повредит. Все. Теперь просто... Вот таким способом. Отклеиваем нижнюю часть двустороннего скотча. Ни в коем случае не применяйте силу, иначе внизу все лопнет. Вот эта часть вот. Медленно можно поднагреть. Медленно его просто опускаем. До конца его нужно срезать. Будьте аккуратны, здесь внизу находится шлейф. Вот. Практически без нагрева я его опускаю. Срезаем остатки. Там сопли остались. Все. Можно откручивать. Это у меня заглушка со сломанного айпэда. Снимаем эту заглушку. Можно отключить, можно не отключать. дисплей и тач. Аккуратно отстегиваем. Все. Эта системная плата у нас заблокирована. Новый клок, поэтому этот дисплей оставляем с этой системкой. Единственное, нам нужно снять кнопку Home, так как мы знаем, она привязана к процессору, поэтому кнопку Home обязательно нужно заменить. Это ни для кого не секрет, кто занимается ремонтом. Настегиваем аккуратно. Настегиваем аккуратно. Настегиваем аккуратно. Не знаю, достаточно ли у нас. Да, клей размягчился. Вот она в принципе вся кнопка Home. Так, эта кнопка Home у нас привязана к этому процессору. А этот дисплейный модуль оставляем с айклодной системой. Добавим в сторону, чтобы не мешаться, чтобы не путаться. Снимаем эту Home. За работу я беру очень мало. Попросили хорошие знакомые сделать. Я беру 15 евро. Практически ни о чём. Ну вот так, я думаю, логично было бы взять евро 40 как минимум. Потому что всё-таки есть риск. Как-никак. Плюс работа. Евро 40-50. Я думаю, нормальная цена. Тем более здесь не просто идёт установка нового дисплейного модуля. А снять с одного и переставить на другую – это посложнее всё-таки. Отклеиваем аккуратно так же. Так, всё, эта кнопка Home у нас наиклодная, скажем так. Заблокированная. А вот эта. А вот эта разблокирована. Так. Перелепить его на слой двусторонный скотч было бы неправильным. Потому что он уже потерял свои свойства. Поэтому мы сейчас добавим немного клея нашего незаменимого B7000. и прилепим на клей. Так. Вставляем. Вставляем. Вставляем кнопку. Здесь удобно получается. Есть уже места, не надо ничего центровать. Остался старый клей, поэтому места, как говорится, отмечены. Лепим. Лепим на него. Вставляем шлейф. Ну и сейчас, конечно, неплохо было бы поставить на зажимы. Оставить на зажимы и оставить цепление зажима. Не знаю, ну на часик, на полчаса хотя бы, чтобы схватилось все. Оставлю на паузу пока. Итак. Постоял немного на зажимах. Снимаем. Еще учитывайте, что кнопка Home под этим местами будет прижата к каркасу. Вот. Плюс потом мы еще опять же посадим его на клей и все это прижмем. Потом он еще будет стоять часик где-то. Так что, думаю, с кнопкой будет все нормально. Снимаем остатки разбитого стекла дисплейного модуля. Учищаем. 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 Так, здесь будем, здесь у нас как видите, когда мы снимали дисплейный модуль, тут у нас остался двусторонний скотч, его лучше оставить здесь, здесь и вот досюда где-то, а здесь его нету практически. Выравниваем. Не стоит его снимать, клеить все равно будем на B7000. Вот здесь. Поставим его для балансировки. Очень хорошо на него садится, прилипает клей, на который мы будем садить, поэтому не будем его очищать. Давайте прикинем как все это будет, пристегиваем шлейф. Углы садятся все, то есть не надо колдовать, пилить, выравнивать, увы, это очень хорошо. Единственное, вот здесь пальцем, вот здесь, где у нас нет двустороннего скотча, чувствуется совсем немного, совсем немного то, что у нас все-таки нет двустороннего скотча. Двусторонний скотч имеет какую-то толщину. на свой оригинальный, сцепился уже неплохо, я вам скажу. Еще добавим 7000, будет совсем нормально. аккуратно, отклеиваем, все-таки оригинал есть оригинал. так просто его и отклеить, не приклеивая причем. Так, давайте поставим сразу заглушку. Аппарат, как видите, я не выключил, не вижу никакой опасности в этом. Все закрыто, чтобы что-то коротнуть, еще нужно постараться. поэтому ничего не отключаю. Ок. Azемат Аппарату da Постараюсь приклеить кусочек двустороннего спотча оригинального сюда. Так уж чтобы было совсем ровно. Так, ну, в принципе, в принципе, можно клеить. Если попробовать приклеить этот уголок, было бы вообще идеально. Ну, датчик стоит. Всё, в принципе, можно клеить. Здесь возвращаем наклеечку на разъём кнопки Home. Вот так, в принципе, всё. В общем-то, да. В общем-то, да. Да. Так. 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 я чувствую пальцами абсолютно одинаковые поверхности никаких зазоров теперь все нормально учитывая что мы наклеили сюда двусторонний скотч все получилось ровно прижимаем время есть никто не спешит поэтому ставлю на зажимы часа на два на три если есть спешка можно подогреть хорошо подогреть поверхность периметр вообще все лучше делать без спешки конечно добавим еще на кнопку home все в таком виде идеале три часа его уже не оторвешь всем спасибо за внимание друзья только что мы поменяли дисплейный модуль с одного на второй надеюсь видео было полезным подписывайтесь на мой канал комментируйте пальцы вверх-вниз всем спасибо на новых встреч